МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульно-Жакен. Сегодня выпуски. В следующем году аптеки Казахстана должны перейти на международные стандарты. Иначе их ждет штраф и запрет на продажу лекарств. Что это значит для населения? И желают ли карагандинцы и аптекари нововведений от Минздрава? Шведский путешественник прошел на Верблёдзе всю Монголию и Казахстан. О своих наблюдениях и планах на будущее он поделился на международной выставке Экспо. В честь великих сыновей Сарарки. Карагандинской областной мечети дали имя известного бия Анет Бабак Шикула. Переговоры с властями длились несколько лет. Аптеки в формате мини-поликлиник и мини-больниц. Это еще одно новшество от Министерства здравоохранения. С 1 января следующего года аптеки Казахстана перейдут на новый международный стандарт. Принятый документ до сих пор бурно обсуждается. Он уже вызвал шквал недовольств со стороны предпринимателей. Все подробности у Фаризе Олбаевой. Смысл в нем? У нас людей столько не ходят. Нет в этом необходимости вообще. Никакой причем. Дмитрий Кайкин владелец четырех аптек по всей Карагандии. Каждая размещена в небольшом помещении. К новому формату в виде мини-поликлиник или мини-больниц аптеки не готовы, говорит бизнесмен. А производить записи каждого клиента, купившего медикамент, Дмитрий считает невозможным. Ну, как бы, это все, в принципе, раньше у нас было, но такого количества бумажного писанина у нас не было. Вот сейчас это нам все добавят, как бы, в 1 января. Ну, плюс горет работа с врачами, то есть мы должны, получается, правильные, неправильные рецепты отследить, потом их еще сообщить врачу об этом, как бы. Плюс нам еще предлагают, ну, не предлагают, а обязывают уже вести фарм-нусея на постоянных клиентов. То есть, получается, как прием у врача, то есть у него, там, история болезни у человека, а мы должны вести, как бы, фарм-нусея. Таких аптечных предпринимателей, недовольных новым законом, в нашем регионе достаточно. Их мы встретили на встрече предпринимателей с управлением здравоохранения. Аптекари не понимают этот закон и даже боятся за свой бизнес. Но мы не будем выполнять требования GPP, соответственно, мы закроемся еще и потому, что у нас просто, мы разоримся. А всех других через дуршлаг вот отсеивают. То есть, кто не может это себе позволить, да, этот бизнес, вот малый бизнес, его просто закроют и скажут, вот, все, мы вам приостанавливаем, идите куда ходите. А сейчас маленькая аптека, которая вот, возможность нанять два фармацевта. И сам этот предприниматель занимается, много функций на него свалено. И плюс еще этим. Это вообще нереально по жизни, нереально этим всем заниматься. Исходя из нового закона, аптеки обязаны будут взять штат врача-консультанта, оборудовать помещение для консультаций, оснастить аптеки средствами для измерения жизненных параметров. Тем самым собравшиеся считают, что государство, видимо, намерено решить проблему нехватки врачей и поликлиник за счет аптек. Хочу отметить, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан в аптеке врач не имеет права консультировать по рецептурным препаратам, диагностировать заболевания и выписывать рецепты. Выполнять эти функции возможно только при наличии лицензии на медицинскую деятельность. У аптек этого нет. Также в соответствии со стандартами GPP аптека должна обеспечить наличие места или помещения для проведения конфиденциальной беседы и диагностического тестирования отдельных физиологических параметров, тестирование на беременность, измерение содержания сахара в крови, температуру тела, артериальное давление, веса и роста. Если компании не успеют в течение года перейти на новые стандарты, в 2018 году с внедрением обязательного медицинского страхования их ждет не только штраф, но и запрет на торговлю. Бизнесмены не исключают, что может возникнуть дефицит лекарственных средств. Однако управление здравоохранения считает по-другому. Переход на международные стандарты решит главный вопрос – качество лекарств и безопасность их для населения. А это главная задача. Поэтому возникла необходимость в иных подходах к работе аптек. Вы понимаете, когда стандарты разрабатываются, какие-то приказы, они не разрабатываются отдельно для маленькой аптеки, отдельно для большой. Поэтому указано, какие-то аптеки, допустим, имеют там 100 квадратов, они могут себе позволить. А, ну, это зачем? Но это не обязательно, если нет в аптеке, это, допустим, не предусматривают. Они в своих СОПах просто не прописывают этого. Соответственно, они не имеют право торговой рецептуры? Нет, они также получат ЖПП, но у них не будет этой услуги просто. Стоит отметить, что этот приказ об утверждении надлежащих фармацевтических практик был подписан министром здравоохранения и соцразвития еще в 2015 году. Хоть и прошло немало времени, к единому решению предприниматели и Минздрав прийти до сих пор не могут. В нашем регионе встречи будут продолжаться, предприниматели готовы биться до конца, чтобы сохранить свой бизнес. Фариза Албаева, Жакцук-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Кадровые изменения произошли в Карагандинской области. О новых назначениях на очередной сессии областного Маслихата сообщил глава региона Ерлан Кушанов. Он представил депутатам своих новых заместителей, а также новых Акимов Осакаровского и Бухаржурауского районов. На должность заместителя Акима области, курирующего вопросы инвестиций, промышленности и развития малого и среднего бизнеса, назначен Алмаз Айдаров. Ранее эту должность занимал Маргулан Карибеков, который в последующем перешел на другую работу. Пост заместителя Акима области, курирующего вопросы развития агропромышленного комплекса, охраны окружающей среды и регулирования природопользования занял Серик Шайдаров. Ранее эту должность занимал Шагурашид Мамалинов, которого назначили Акимом Бухаржурауского района. Акимом Осакаровского района по ротации назначен Нуркен Кобжанов, ранее исполнявший обязанности главы Бухаржурауского района. Компания «Теплотранзит Караганда» закончила гидравлические испытания на сетях города и уже начала поэтапную подачу горячей воды. В ходе работ было выявлено и исправлено более 500 дефекта. До начала отопительного сезона за летний период необходимо заменить более 26 километров тепловых сетей. А жителям Юго-Востока придется сидеть без горячей воды до окончания ремонтных работ. Горячую воду в дома карагандинцев начали подавать 28 июня. Компания «Теплотранзит Караганда» уже закончила проводить гидравлические испытания на своих сетях. Теперь услугодатель устраняет все выявленные недостатки. Гидравлические испытания тепловых сетей начались в середине мая. Тогда компания «Теплотранзит Караганда» прекратила подавать в дома горячую воду. Без этого блага цивилизации горожане просидели больше месяца. Подача горячего водоснабжения в городе Караганде в этом году будет осуществляться по циркуляционной схеме по основным магистралям города. А по внутриквартальным распределительным тепловым сетям горячего водоснабжения ввиду проводимых ремонтов и отсутствия возможности обеспечения циркуляционного режима будет подаваться по тупиковой схеме. В связи с этим, конечно, будут иметь место все негативные последствия применения этой тупиковой схемы. То есть горячая вода ввиду маленького расхода или отсутствия его в ночное время будет остывать, находясь в трубопроводах. На сегодняшний день потребителями компании являются жители около полутора тысяч многоэтажных домов, подключенных к системе центрального теплоснабжения. Услугодатель намерен снабдить горячей водой всех потребителей до 17 июля. Реконструкция сетей планируется завершить 1 октября. Порезал Баева, Жак Слуг Нурта, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Скиф в Караганде представляет супер-акции с 19 июня по 2 июля. Кока-кола Зиру, спрайт, фанта 1 литр, 149 тенге. Чистящие средства Доместес, 1 литр, 489 тенге. Скиф, просто сравни цены. Международная выставка Экспо привлекает иностранных путешественников. В медиа-центре состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие шведский путешественник на верблюде Кристиан Бодегрен и армянский велопутешественник Артур Аганен. Шведский путешественник Кристиан Бодегрен добрался до Астаны на верблюде. Он проехал около 5000 километров по территориям Монголии и Казахстана. Путешественник признался, что самым сложным испытанием оказалась зима. И без помощи местных жителей Кристиан не справился бы. Он заявил, что в Казахстане очень гостеприимные и неравнодушные люди. Мне кажется, что действительно вы можете учиться многому и узнать многое у других людей. И я считаю, что я бы не смог сделать этого, если бы не получил помощь от людей. И я хотел бы сказать, что если бы... Что я не смог бы сделать это без своего друга из Алматы, Бактриана и... Это уже третье по счёту путешествие. Кристиан посетил Монголию, добрался до берега Каспийского моря и сейчас находится в Казахстане. Он также заявил, что тема международной выставки «Энергия будущего» очень близка. Во время экспедиции путешественник использовал большие складывающиеся солнечные панели. Я гулял на экспо, и я хотел бы сказать, что действительно это впечатляюще. Вы сделали очень многое. Это очень интересно для семьи узнать больше о зелёной энергетике, ведь мы недостаточно говорим о нашей окружающей среде и о защите. Сейчас, когда мы знаем о проблемах, которые проходят на нашей планете, мы не можем оправдывать эти действия. Что мы будем говорить нашим будущим поколениям, когда они спрашивают, почему вы не делали ничего, чтобы решить эти проблемы. Посещение Казахстана во время экспо – цель не только крестьяна, но и путешественника из Армении Артура Оганесяна. Армянский велопутешественник отметил, что гостеприимство – это главная особенность народа Казахстана, а посещение выставки для него – возможность познакомиться с новой культурой и образом жизни казахстанского народа. Гостеприимность – самое главное отношение, вот улыбка к человеку, который даёт тебе силу и мудрость. Вот почему я говорю, вот раньше у меня были только флаги, те страны, которые я проехал, казахстанский флаг, да, а через улыбку человека, через гостеприимность – это ты начинаешь мудрость собирать. И с этого мудрости я начинал сделать те страны, чем он представляет, да, там религия, столетия, герб и так далее, да, чтобы показывать и другим странам тоже. Недели ранее на Экспо-2017 побывал велосипедист из Грузии Нодар Беридзе, целью которого является посещение порядка 30 стран мира. Международная специализированная выставка в Астане с каждым днём привлекает всё больше внимания путешественников из разных государств мира. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Модернизация государства позволит определить совместные шаги навстречу будущему, чтобы стать единой нацией сильных и ответственных людей. Глава государства в своей статье отмечает, что важно быть конкурентоспособным. Председатель территориального объединения профсоюзов Карагандинской области Любовь Куанашпекова всецело поддерживает статью президента. Она считает, что модернизация начинается с каждого из нас. Также, по её мнению, каждый казахстанец должен овладеть компьютерной грамотой, знать иностранные языки, быть культурно открытым и непрерывно получать новые знания. Несмотря на быстро меняющийся мир, на быстро меняющиеся условия, необходимо каждому человеку прежде всего начинать с себя. Да, мы должны меняться, но в то же время сохранять в себе те качества, скажем, тот национальную особенность, тот колорит, который у нас присутствует от предков. На что делает упор наш Елбасы? На то, что мы должны оставаться конкурентоспособными. Продолжаем выпуск. Для медиаторов провели специальные обучающие курсы. Профессионалы подробно рассказали о процедуре проведения медиации, а также о зарубежном опыте проведения данной процедуры. На специальные курсы собрались более ста участников со всей Карагандинской области. Программа курсов по медиации включала в себя три обучающих этапа для усиления потенциала непрофессиональных медиаторов, инновационными технологиями, переговорного процесса медиации. Чтобы пройти специальный курс обучения, собрались и медиаторы со всего региона. Со всего Казахстана собрали более 40 лучших медиаторов для того, чтобы они обучали начинающих. Такие мероприятия полезны прежде всего тем, что они предназначены для повышения квалификации. Мы решили плотно заняться развитием медиации в городе Караганде. На сегодня по области работает не так много медиаторов, но со всей работой они справляются на отлично. Анаур Бекшакиров – медиатор из города Балхаш. Работает в этой сфере три года. За его плечами 325 решений по разным направлениям. Но в основном семейно-бытовые, трудовые споры и конфликты, а также мошенничество. Из них 103 разрешено медиативным путем, то есть разрешились в досудебном порядке. Семинар совещаний проходит очень продуктивно, который некоторые аспекты, особенно школьная медиация и далее новый вопрос разрешения спорта с зарубежными партнерами, юристами и медиаторами. В Казахском обществе процедура медиации существовала издревле. Испокон веков традиция разрешать конфликты с помощью уважаемых аксакалов и биев. Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом свете и в рамках закона. Сейчас в Казахстане действует Единый Центр Медиации и Миротворчества, где работают специалисты, прошедшие обучение основам медиации. Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с привлечением нейтрального лица медиатора с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разрешающего конфликтную ситуацию. От сердца Знобаева, Исламбеку Спана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В минувшую среду жители шахтерской столицы стали свидетелями исторического события. Областная мечеть Караганды обрела имя. Ее назвали в честь известного бия Анет Баба. Также на мероприятии презентовали книги, подаренные духовным управлением мусульман Казахстана. В минувшую среду в Карагандинской областной мечети произошло сразу два значимых события. Одно из них – мечеть обрела собственное имя. Ее назвали в честь великого бия Анет Баба. Идею с именованием предложили прихожане, признался главный имам области. Одобрения от властей ждали несколько лет. Анет Баба Кишекулы – казахский би и советник хана Тауке. Окончил Бухарское медресе. Участвовал в составлении свода законов Жеты Жаргы. Анет Баба является непосредственным духовным наставником трех почтеннейших биев среди казахов – Толи би, Казыбек би и Айтеки би. Все наши мечети назывались просто «Первая мечеть», «Центральная мечеть» и «Областная мечеть». И местные жители предложили дать мечетям имена великих людей. Эта идея была предложена несколько лет назад, и сейчас мы ее реализовали. Собрав всех аксакалов Караганды, мы провели собрание и решили областную мечеть назвать в честь великого бия Анет Баба. Этот человек известен всем. Он один из авторов свода закона в Жеты Жаргы. Этот человек был мудрым и уважаемым ханами и народом. Второе важное событие – это подарок 500 книг. В областной мечети прошла презентация книги, которая называется «Жаназа». Духовное управление мусульман Казахстана решило выпустить такую книгу по причине того, что в каждом регионе страны похороны мусульман проходят по-разному. Чтобы избежать недопонимания между людьми, в каждую область было подарено по 500 книг. Эти книги имамы далее распределят между районами и поселками. Сегодня в нашей областной мечети прошла презентация новых книг. В каждых регионах страны мусульманские похороны проводят по-разному. Это неправильно. В этой книге описывается весь процесс обряда похорон мусульман. Сейчас, пока издание вышло малым тиражом. Для нашей области подарили более 500 книг. В мечети поселков будем распределять по три книги, а в районы по пять. Называть мечети в честь великих людей продолжат и дальше. Целью таких мероприятий является почитание и вознесение тех, кто внес значительный вклад в развитие и становление страны, заявили имамы. Андрей Тенажар Гибаев, Исламбек Успана, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Заветные дипломы получили выпускники Карагандинского медицинского колледжа. В этом году их 605. Более 100 выпускников закончили колледж с красным дипломом. Кроме того, начиная со следующего учебного года, колледж будет готовить специалистов бакалавра по специальности сестринское дело. В этом году Карагандинский медицинский колледж выпускает студентов по пяти специальностям сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика, а также формация, гигиена и эпидемиология. Улан Ермеков – один из выпускников, который благополучно закончил учебу, планирует поступить в Карагандинскую медицинскую академию и стать к хирургам. После окончания мечтает открыть бесплатный медицинский центр. Я хочу открыть клинику, с друзьями хотим открыть клинику, чтобы и всем гражданам Республики Казахстана и Карагандинской области было бесплатно, чтобы государство обеспечало об этом. И хочу, чтобы в будущем были вакантные места на специальности фельдшера, потому что сейчас уже как бы нету. И чтобы в Караганде еще открылись центральные скорые медицинские помощи, чтобы можно было работать. За 80 лет существования колледж выпустил более 30 тысяч медицинских работников среднего звена. Сегодня они трудятся не только в Карагандинской области, но и далеко за ее пределами. На торжественной церемонии озвучили еще одну приятную новость. Начиная со следующего учебного года, здесь будут готовить специалистов бакалавра по специальности сестринское дело. С этого года мы уже меняем свою вывеску, это действительно не вывеска, а наименование. Мы выгодим конкурс по Казахстану. С этого года мы станем наш Карагандинский областной высший сестринский колледж. То есть мы будем готовить бакалавров с сестринского дела. Это большое событие. На церемонию вручения дипломов пришли не только студенты, но и их родители, которые с гордостью аплодировали выпускникам. Мы довольны, что поступили именно сюда, потому что дают хорошее знание. Студенты распределяются очень хорошо, потому что студенты имеют очень хорошую практику. Я хочу поблагодарить Аманжола Нурбековича, директора этого заведения, за чуткость, за подбор кадров. Очень хороший коллектив, очень добрые, отзывчивые учителя, которые дали настрой нашим детям. Хочу детям нашим пожелать, чтобы они не потеряли свою душевную доброту, потому что эта профессия очень трудная, малооплачиваемая, но все-таки престижная. Студенты Карагандинского медицинского колледжа отличаются активностью и часто занимают призовые места в различных олимпиадах и конкурсах, не только городского, но и республиканского уровня. Руководители колледжа подчеркивают, что они готовят высококвалифицированных специалистов, которые работают в лечебных учреждениях по всей Карагандинской области. Асель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В перенесенном матче восьмого тура премьер-лиги Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» переиграл команду «Октубе» со счетом 0-1. В целом горняки действовали опаснее соперника, особенно во второй половине игры и забили с пенальти в концовке встречи. Теперь у «Шахтера» 18 очков, клуб поднимается на седьмое место, а «Октубе» с девятью баллами на последней строчке. С первых минут команды задали матчу хороший темп. Очень плотная игра в центре поля, где и велась основная борьба за мяч. Первый тайм прошел в равной борьбе. Обе команды имели несколько шансов, но воплотить в голы их не удалось. На перерыв футболисты ушли с нулями на табло. Во второй 45 минутке рисунок игры сильно не менялся. Большую часть тайма команды проводили в единоборствах в центре поля. И лишь на 90-й минуте «Горнякам» удалось открыть счет. Мяч в ворота «Октубе» с пенальти забил Милан Стоянович. Этот гол стал решающим. Футболистам «Октубе» не помогли и восемь минут добавленного времени. Итог встречи 0-1. Комментируя игру, наставник «Горняков» Саулю Шермялис заявил, что игра была равной. Он также поблагодарил команду за победу. И все же у футболистов из «Октубе» есть шанс взять реванш. Причем в самое ближайшее время. В воскресенье 2 июля «Карагандинский шахтер» в рамках 18-го тура премьер-лиги проведет домашний поединок против футбольного клуба «Октубе». Матч пройдет в Караганде на стадионе «Шахтер» начало в 19 часов. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й «Карагандинский». Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова